Приветствую вас, любители вкусного и интересного. Рад видеть на канале Доброслав 13. И сегодня у нас тема заготовок. Но делать мы будем не консервы. Хочу показать вам, как потратить один день, там 30 минут, может быть 60 минут, и приготовить заготовки, готовую еду, вкусную, классную, ресторанного уровня, на пару недель вперед. Легко и просто, без лишних заморочек. Итак, сегодня у нас на повестке два основных блюда. Это будет филе куриное в грибном соусе с грибами. Очень классное, очень вкусное. И второе будет, это курица, такая грузинская кухня. Ну что, погнали? Первым на повестке дня у нас стоит курица в грибном сливочном соусе. Филе куриных грудок. Малое филе я сразу срезаю и его откладываю в сторонку. А основное, большое филе, если есть какие-то пленочки, что-то можно зачистить. И нарезаю такими медальончиками, шайбами толщиной полтора сантиметра поперек волокон, соответственно. То есть, вот такими вот кусочками порционными, классными, хорошими распускаю всю грудку. Если где-то есть что-то неровное, я, соответственно, вот эти вот маленькие кусочки отрезаю. Они у нас пойдут во второе блюдо, которое сегодня мы будем готовить. Там нарезка будет чуть более мелкая. Если медальон кажется вам слишком большой, можете разрезать его пополам. Здесь уже, так скажем, дело сугубо индивидуальное. Кому какие размеры больше нравятся. То есть, главный здесь критерий. Толщина от одного до полутора сантиметров. И чтобы размер вот самого кусочка нравился вам в тарелке, выглядел красиво, эстетично и был для вас именно удобен для поедания. Давайте поближе вам покажу заготовки. Вот таким образом я нарезаю, соответственно, кусочки под курицу в сливочно-грибном соусе. Я думаю, четко, ясно, понятно, наглядно. А вот обрезочки все какие остаются. Там небольшие кусочки, полтора-два сантиметра длина стороны. Я их складываю отдельно. Они у меня пойдут, соответственно, в наше сегодняшнее второе блюдо, вторую заготовку. Так, мясные заготовки у меня готовы. Соль я отмерил. Солю я из расчета 1% соли. Все граммовки, раскладки, что к чему, как я делаю, я, как всегда, напишу для вас в описании ролика и в первом закрепленном комментарии. Ничего не упустите, ничего не пропустите. И вот, всю соль равномерно по поверхности курочки, соответственно, я распределяю. Готово. Отставляю в сторону и пускай тут полчасика или там минут 15 хотя бы постоит, пока я буду готовить соусы. На курицу чекмирули, ну, на самом деле, друзья мои, знаю, сейчас кто-нибудь напишет. Это, конечно же, не классическая курица чекмирули, когда там целая курица в сливочном пряном соусе тушится. Это, так скажем, по мотивам курицы по-грузински. Я использую филе, а не целую тушку курицы, не на кости. Вот, мне так больше нравится, мне так удобнее. Назвал по названию соус, который я буду использовать. И также, соответственно, из расчета 1% соли я все это дело солю. Соль распределил, хорошенько перемешал, чтобы каждый-каждый кусочек равномерно просаливался. И также отставляю в сторонку на то же самое время. Теперь давайте переходить к грибам. Может быть, повествование такое получается чуть-чуть немножко рваное, но я показываю именно, как делаю я, чтобы было, так скажем, самый-самый минимум трудозатрат в вашем случае. Доска та же самая у меня, по той самой простой причине, что я все потом буду объединять все равно вместе и буду термичить. Крупный гриб нарезаю кусочков на 6, мелкий гриб можно порезать пополам, очень крупный порезать, соответственно, на 8 частей. То есть, учитывайте, что размер гриба после термообработки уменьшится, и размер должен быть таким, чтобы вам в дальнейшем в готовом блюде было его удобно поедать. Если возьмете, вот знаете, такие прям совсем вот крошечные-крошечные иногда бывают шампиньончики, их можно вообще целиком использовать. Будет, конечно, намного более красивый вариант, более такой нарядный, праздничный. Но на вкус это никоим образом не повлияет. Измельчаю грибы, и сейчас будем замешивать два варианта соусов. Продолжаем готовить компоненты нашего конструктора, чтобы получить очень вкусное блюдо. Берем удобную миску, и в нее я перелил 1 килограмм сливок. Сливки я использую в данном случае 10%. Да, с 20% сливками будет повкуснее, спору нет, но что-то как-то слишком они дорогие. Я сейчас на 10% сливки перешел, меня и мою семью вполне это устраивает. Набор пряностей и специй для сливочно-грибного соуса. Здесь у меня соль, также я сюда добавил черный перец молотый, там свежемолотый горошек, смолол. И белые сухие грибы я размолол в пыль, то есть грибная пыль. Соль, перец и белые грибы. Как бы шампиньоны не были всем доступны, но в них нет такого яркого, насыщенного, мощного вкуса и аромата гриба. Поэтому хочется все-таки придать больше интенсивности. Порошок из белых грибов отлично здесь поработает. Его не так много, но вкус будет очень-очень яркий. И, друзья мои, важный такой момент. Устраивает вас жидкий такой вот соус? Ну, можно все, на этом ограничиться. Хотите его загустить? Я предпочитаю для данных случаев ксантановую комедь. Много уже о ней рассказывал. И я сюда добавил 4 грамма ксантановой комедии. Всыпаю все это дело в сливки и венчиком хорошенько-хорошенько вымешиваю до однородного состояния. Можно взять блендер и все это дело пробить блендером до однородного состояния. Это будет гораздо проще и быстрее. Сливочно-грибной соус я замешал. На данный момент можете попробовать поправить соль на свой вкус. Вдруг вам соли покажется мало. Может быть, захотеть добавить перчика или еще чего-то. Здесь уже банальная вкусовщина. На данный момент вот именно такой соус мы и получим в итоге по вкусу. Поправьте его на свой вкус. Свои раскладки я написал в комментариях для вас. Теперь переходим к курице по-грузински. Я использовать буду в данном случае также 1 килограмм 10% сливок. Сюда я буду добавлять. У меня есть готовая смесь пряностей. Курица чекмеруль, так она называется. От Митрича. Присылал он мне ее. Я уже не раз тестировал. Просто песня. Можете собрать сами данный набор пряностей. Там хмели-сунели, чесночок, перчик. Опять же, в раскладках все будет написано. Мне проще использовать вот эту вот классную, очень вкусную пряность. Ну, не пряность, а как бы собранный уже опытным человеком набор. И здесь также еще есть и сухие сливки. Антон сам говорит, что он, в принципе, делает это то же самое на молоке. Но мне на сливках, 10% честно вам скажу, понравилось больше, все-таки насыщенный, более сливочный, более такой интенсивный вкус получается. И также я добавляю сюда 4 грамма комедии. Ну, это вот мои загоны. Я хочу, чтобы соус был погуще. Я добавляю. Не хотите, не добавляйте. Хотите загустить, можете соус там кукурузным крахмалом, картофельным крахмалом. Здесь уже на свой вкус. Смотрите, как вам захочется. И также все это дело вмешиваю. И вот когда соус перемешаем, что один, что другой, пока всю остальную лишнюю посуду я буду мыть, я соус потом еще один-два раза, там, через 5-7 минут перемешаю, чтобы он был у нас однородный, чтобы все хорошо разошлось, растворилось и было в лучшем виде. Ароматика пошла прям очень-очень насыщенная, пряная. Если в первом соусе идут прям четкий такой грибной и немного сливочный аромат, то здесь прям буйство, богатство, вкусов и аромат идет от этого соуса. Итак, переходим к сборке нашего блюда. Я занудый еще тот, работаю, как всегда, через весы. Хочу, чтобы всегда везде все одинаково получалось. Я дам раскладку вам, как я делаю, как нравится мне, моей семье, какая порция. То есть я беру, соответственно, из расчета 100 грамм мяса на одного человека. Семья у меня 4 человека, соответственно, в порции у меня будет 400 грамм. Соответственно, 30 грамм грибов на человека. 30 на 4, 120 грамм. Готово. И теперь в пакет для вакуумации в него отправляю грибы и курочку. Все делает вперемешку. Соус я сразу не буду заливать. Мне проще сейчас на данном этапе сначала курицу и грибы по всем запланированным пакетам раскинуть, а потом уже нужное количество соуса также в каждый пакетик влить. Ну и таким образом я поступаю со всеми запланированными на сегодня пятью порциями. И теперь я ставлю соус на весы, обнуляю весы и обратным счетом буду отмерять. То есть у меня сейчас 0 грамм. Мне надо, я беру на каждую порцию 50 грамм соуса. То есть на 4 порции 200 грамм. И сейчас по 200 грамм буду отливать в каждый пакет соуса. Взял, вот у меня там половничек небольшой. И, соответственно, вливаю 200 грамм соуса вкуснейшего, очень вкусного соуса. Он, казалось бы, простой, друзья мои, но прям вот его хочется есть и есть и есть. Вот готово, упакована у меня курица в сливочно-грибном соусе. Пакеты у меня большие, просто маленькие что-то кончились. Но учитывать, друзья мои, так как вакуумируем все это дело, пакет берите всегда с запасом. Пометил дегустационный пакет, так как здесь поменьше получилось. Собрал из того, что осталось. Вот и вот все такие вот пакетики у меня заготовка есть. Теперь перехожу к грузинской курице. У меня здесь посоленная, соответственно, курочка и соус. Больше ничего мне здесь и не надо. Я беру тех же 100 грамм курицы, только порезанные небольшими кусочками на одну порцию, и 50 грамм соуса. То есть делаю на четверых 400 грамм курицы, 200 грамм соуса. И делаю то же самое. Завешиваю, добавляю соус и вакуумирую. Все, я упаковал, расфасовал. Два пакетика. Соответственно, грузинская курочка и курочка с сливочно-грибным соусом. Можете вот так вот чуть-чуть руками перераспределить, чтобы все равномерно у вас разошлось. Но обычно при вакуумации там все уже перемешивается. И когда будем готовить, то есть все вкусы, все обогатиться, ничего никуда не уйдет. Готовить, как вы уже догадались, я буду по методу су-вид. Потому что это не просто будет кулинарное приготовление, но это еще будет одна из форм пастеризации, чтобы наши заготовки могли длительное время храниться в холодильнике. Вы увидели автоклав сейчас рядом со мной, и, наверное, подумали, как так, вакуумный пакет, что это за консервы будут. Нет, друзья мои, это сегодня мы готовим не консервы, а именно такие пастеризованные заготовки на несколько недель вперед. Су-вид это вообще технология приготовления под вакуумом, да, на низких температурах. А что может выступать в качестве нагрева? Можно купить отдельный стик су-вид, может там кто-то приноравливается на индукции, выглавливает градусы, кто-то, соответственно, просто с градусником на плите пытается выдержать нужную температуру. Но у огромного количества моих зрителей есть автоклавы. Сегодня я работаю с автоклавом VN2, с электронным блоком управления и стеном. Как автоклав, он может работать как на пару, так и на воде. Обычно банки консервы я делаю классические в режиме на пару в данном автоклаве, а вот когда работаю с ним в качестве су-вида его использую, то работаю, соответственно, на воде. На данный момент я заливаю сейчас воду в автоклав, устанавливаю программу 65 градусов и 65 минут. Вот чтобы проще было всем запомнить, 65 на 65. Только для этого так, на самом деле 65 градусов и 1 час. Но я понимаю, что многим почему-то две одинаковые цифры запомнить гораздо легче. Вот примите для себя такие блюда с куриной грудкой, 65 на 65, и все будет хорошо. Нагреваю воду до 65 градусов, и в этот момент, соответственно, загружаю пакеты с нашими заготовками. То есть в холодную воду я не кладу. Есть одно такое основное правило су-вида. Если мы готовим вот просто кулинарию, то мы загружаем уже в горячую воду, чтобы минуть опасные температуры, на которых могут развиваться определенные патогенные нехорошие штуки. В том случае, если мы работаем по колбасной технологии и делаем, например, какую-нибудь там ветчину с помощью су-вида или там грудинку с помощью су-вида и используем нитритную соль, нам нужно, чтобы нитритная соль сработала, прогрев шел равномерный, тогда мы отправляем в холодную воду. То есть вот два правила. Колбасная история с нитритной солью. Холодная вода, кулинария обычная наша, в горячую воду. Загружать можно градусов уже там на 55-60 градусах. Закинули, час выждали, автоклав нам просигнализировал, пи-пи-пи, все, программа окончена. После этого достаем и максимально-максимально быстро охлаждаем наши получившиеся заготовки. Задача. Также вот эти вот температуры опасные, пройти максимально быстро. Я отправляю под проточную холодную воду и после этого убираю в холодильник. Холодильник у меня 0,2. И там они хранятся месяц, в принципе, без проблем. Пришли с работы, взяли такой пакетик, поставили там рис какой-нибудь вариться. Пока переоделись, то да сё, рис сварился, высыпали туда, всё перемешали, на финише прогрели. Всё, красота. Ужин готов. Время приготовления только гарнира. Буквально там вот 10-15 минут. Можно просто разогреть и съесть в чистом виде. Моим домочадцам, вот, например, сливочно-грибным соусом очень нравится всё это дело в чистом виде, даже без гарниров. Хотя, рис отлично подходит сюда, картофельное пюре отлично подходит вот к обоим вариантам. Кому-то, может быть, с гречкой это дело понравится. Я ещё пробовал с полбой. Очень хорошо, очень вкусно получается с полбой подать вот этот вот грибной вариант. А, например, вариант грузинский, он в чистом виде. Сегодня на регустации всё вам покажу, расскажу. Если готовите по такой методике, чтобы сразу поесть, достались сувида и, соответственно, просто сразу сервируем, подаём на стол. Ну что, я сейчас всё загружаю и приступаю к работе. А пока очередной раз вам напомню, что если вы ищете недорогой автоклав с автоматикой и с 34-й нержавейки с Теном, обратите внимание на ВН2. Есть версия на 30 литров, есть версия на 43 литра. То есть у меня вот небольшая версия. Мне, в принципе, её вполне-вполне хватает. Любые виды банок, будь то крышка твистов, самый простой, самый удобный, самый надёжный для консервации. Но если хотите делать с СКО крышками, то вам нужно будет взять специальные зажимы. Хотя я не понимаю, зачем в современном мире готовить с крышками СКО. Ну, каждому как бы своё. Нужно использовать как сувид? Так же, пожалуйста. Так что, по ссылочке в описании ролика найдёте промокод и ссылку на сайт производителя и места, где можно приобрести данный автоклав. И от меня, так как вы зрители замечательного канала, получите персональную скидку. Промокод также указывал на описании данного ролика. Ну что, загружаю, нажимаю кнопки. Здесь ничего интересного в этом нет. Всё я вам уже рассказал. А с вами, друзья мои, встретимся уже на дегустации. И хотите, чтобы я показывал каждый раз вам, как я выбираю, вручную выбираю. Выставляю там 65 градусов, выставляю 65 минут. Надо это показывать? Всё зависит от вас. Вы также помогаете делать контент. Как скажете, вот так в следующем ролике будет. Просто рассказать или вот прям надо обязательно показать. Говорите, пишите. Пишите в комментариях. И контент я снимаю для вас не только вкусный, но и полезный и интересный. Ну что ж, друзья мои, всё готово. Правда, вот для соуса чекмерули и курочки я взял не самую удачную. Белую тарелку. Белая на белом. Но давайте попробую покрупнее показать. Кусочек мяса и структура соуса. Видите, то есть он достаточно плотный, хорошо держит форму. То есть такой прям густой-густой. Соответственно, мои пропорции нацелены именно вот под такой густой соус. Хотите более жидкий, либо меньше к меди, либо вообще её не добавляйте. Номер два. Соответственно, грибной. Вот они, грибочки. Сама курочка давайте разломим. Кусочек. Вот вообще без усилия очень легко разламывается любой кусочек. И сам соус. Давайте, как его структуру-то вам показать. Ну, такой же он, то есть достаточно густой. Вот видите, на ложке держится. То есть соус прям вот густой-густой. Я люблю такой. Здесь вы уже на свой вкус, друзья мои, регулируйте, как вам больше нравится. Хотите пожиже, в два раза меньше к меди. Любите совсем жидкий? Вообще её не добавляйте. Ну и вот, чекмирули и грибной соус с курочкой. Ну что ж, приступим к дегустации. Давайте начну с того, что готовлю гораздо больше, гораздо чаще. И это курица в сливочно-грибном соусе. Кусочек курочки, грибочек и немножко соусом. Пробую сегодня в чистом виде, но также я, как уже говорил, любой гарнир на ваш вкус. Мне больше всего нравится с рисом. Просто отварной рис. Будьте здоровы! Мягчайшая, нежнейшая курочка. Она прям вот... Слов нет. Вот. Грибы более плотные, на укус ощущается, нежели чем куриная грудка. При этом она абсолютно не сухая. То есть, в ней сохранены вот эти вот соки на такой температуре, когда мы термообработку проводили. Она нежнейшая и сочнейшая. Просто вот, куриная грудка может быть вкусной. Ну и соус, он сам по себе хорош. Такой сливочный грибной соус, он много к чему подойдет. Шампиньоны дают текстуру грибного куста. Ощущаешь, что вот он, грибок, да, лежит в соусе. Он тебе попадается, ты ешь. А белые грибы, они вот этот вот грибной насыщенный вкус задают данному соусу. При этом все это в целом достаточно нежно, достаточно так вот деликатно, утонченно. Очень-очень вкусно. Здесь вот нет никаких таких вот суперярких акцентов, буйство пряности, нет. Здесь вот сливочные грибочки и нежное-принежное мясо. Теперь давайте к чекмируле приступать. Так, кусочек и соус. Всех благ. супернежная курочка, просто вот нежнейшая, очень-очень она нежная. И кто первый раз по такому методу пробует куриную грудку, говорит, да ну, ну разве такое может быть? Что это за магия и колдовство? Ее не надо пересушивать, ее не надо переваривать, ее не надо пережаривать, и тогда это вкусное, замечательное мясо. Соус очень сливочный, нежный, при этом есть достаточно яркие пряности, но они не доминируют над, так скажем, вот мясным и сливочным вкусом. Они дополняют его. это не совсем вот может быть привычно для Кавказа, где супер ярко, супер остро, супер там пикантно. Здесь, так скажем, больше про сливочность, мягкость текстуры и пряности очень хорошо добавляют. Я вот у своих отжал небольшой кусочек лаваша и в этот соус очень хорошо помакать лаваш. Прямо печно. Ну, ну красота и вкуснота. Мне тут сложно выбрать какое-то одно из этих двух блюд. Они похожи нежностью, мягкостью куриные грудки, но при этом сами по вкусу они очень сильно разные. Поэтому сделаю несколько таких заготовок. Когда один, когда второй вариант и каждый по-своему хороши. Разнообразная еда, это же всегда прекрасно. Ну, собственно, вот с мытьем посуды, все-все-все со всем я потратил сегодня час с учетом того, что я снимаю ролик для вас. Если бы я к камере не отвлекал, сам свет, все не проверял постоянно, не следил бы за микрофонами, то времени ушло бы существенно, конечно, меньше у меня. Но пускай вот даже час времени, 10 заготовок на ужин готовы, сейчас я их закидываю в холодильник, 0 плюс 2, там у меня будет храниться месяц, без проблем. Я ставил эксперимент, пробовал, можно ли замораживать, знаю, некоторые спросят. Да, заморозку данное блюдо переносит отлично. То есть там были у меня моменты, я там делал там 15 штук за раз, ну 15 там за месяц ты их не съешь, за полтора не съешь месяца, сколько все это дело может храниться. Поэтому убрал заморозку, вечером на ужин надо, достал в холодильник, утром положил, вечером пришел, уже гуманно, мягко все оттаяло, и красота, погрел, ужин готов. Порции, друзья мои, можете делать на свой вкус. Приблизительные пропорции, которые вот устраивают меня и мою семью, я вам рассказал. Хотите больше соуса, более там вот, вот любите ли вы помакать, например, хлеб, лаваш в соус, возьмите количество соуса и грудки один к одному. Соус, потому что действительно реально очень вкусный. То же самое можно с грибным. Попробуйте раз, и уже поймете, как вам нужно именно на свой, на ваш индивидуальный вкус все это дело скорректировать. Надеюсь, этот ролик был не только интересным, но и очень-очень полезным. И буду ждать от вас результатов ваших повторений данного варианта блюда. Выкладывайте свои фотки, пишите, как, что, к чему вам. Можно в чате Телеграме поделиться фотографиями, можно, соответственно, ВКонтакте, в нашей группе, которая сейчас вот за последнее время очень сильно выросла, большая там активность. Я регулярно выкладываю посты, и под этими постами можете делиться с удовольствием, соответственно, своими достижениями и совершениями. Ну а кто хочет поделиться каким-то своим рецептом, то есть можете также выкладывать в группу после проверки, модерации. Я рецепты от подписчиков также публикую. Действительно хорошие, годные, достойные рецепты. Всем добра, скоро увидимся. Много вкусного, интересного впереди. Заготовки с увидом у меня есть еще разные варианты. Если интересно, вы знаете, что делать, чтобы побыстрее вышел следующий ролик на данную тему. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok